Программа Reason состоит из двух основных компонентов. Первое это Rack, стойка, на которой располагаются все виртуальные устройства. И второе это Sequencer, место, где располагается вся информация о нотах. Можно представить, что Sequencer это место, где находятся ноты, которые воспроизводит программа, а Rack это место, где находится устройство для воспроизведения этих нот. Итак, начнем с первого, Rack. Когда мы запускаем программу, в верхней части окна мы видим устройство, подключенное к данному проекту. Это и есть Rack. Чтобы открыть Sequencer, мы подтягиваем эту полоску вверх. Теперь мы делим окно на две части, в верхней части которого Rack, в нижней части Sequencer. Секвенсор можно убрать. Итак, изучим основные компоненты нижней панели. Это кнопки воспроизведения, перемотки и записи, задания темпа и включения-выключения зацикливания. Также немаловажен компонент, который показывает состояние процессора. По этому индикатору вы можете определить, насколько загружен ваш процессор в определенный момент. Для удобства советую вам нажать Window, Detect Sequencer Window, чтобы открыть Sequencer на новой странице, на новом окне. В секвенсоре также существует нижняя панель. Она абсолютно одинаковая с Rack. В секвенсоре мы видим ноты, которые очень часто бывают объединены в сэмплы. Чтобы посмотреть определенную дорожку, определенную звуковую дорожку ближе, мы можем ее выделить. Допустим, это будет пиано, пианино. Выделяем место и нажимаем эту кнопку. Вот, пожалуйста, место, которое мы выделили в записи нотами. Возвращаемся в исходное состояние. В верхней части рэка мы видим такие компоненты, как карандаш, ластик, линия, увеличитель, рука. Также магнит и привязывание к тактам. Давайте изучим с самого начала, что это значит. Так, ну первая стрелочка означает выделение. Так мы можем выделять. Теперь карандаш. Карандашом мы можем рисовать ноты на любой звуковой дорожке. Допустим, это будет Log Jam. Открываем эту дорожку и наносим ноты. Выделяя ноту, мы можем менять ее длительность. Нажимая правой кнопкой по ноте, нажимаем на Change Events и можем изменять громкость звучания этой ноты. Таким образом, мы понижаем громкость. Повышаем. Чтобы удалить нам ненужные ноты, мы можем использовать ластик. Также можно использовать указатель мыши, которым мы выделяем ноты. А далее правой кнопкой и Delete. Либо же мы нажимаем на клавиатуре кнопку Del. Следующая линия. Линия нужна для того, чтобы задавать громкость звучания нот. То есть проводим линии вот так. И меняется громкость звучания определенной ноты. Возвращаемся к дорожке Lock Jam. Так, далее. Увеличитель. Ну, увеличитель, я думаю, здесь все понятно. Увеличивает в определенном месте дорожку. Также можно приближать и отдалять вот в этом месте. Рукой мы можем двигать дорожку. Так как нам это нужно. Далее магнит. Магнит нужен для того, чтобы привязывать ноты к такту. Допустим, нам нужно попасть в определенное место. Ровно в начало такта. Если мы это будем делать без магнита, у нас получится криво. И звучание будет неровным. Поэтому удаляем ноту. Нажимаем на магнит. И пробуем заново. Вот сейчас, как вы видите, нота записана совершенно ровно. Удаляем. Также второй способ привязки нот. Допустим, сейчас мы напишем произвольно. Выбираем вот эту кнопку. Но вначале надо, естественно, выдалить эти ноты. И далее нажимаем на Quantize Notes. Вот. Теперь ноты будут звучать абсолютно ровно. Удаляем их. Также здесь есть еще кнопка с нотой и красной кнопкой. Эта кнопка означает, что сразу же при записи, допустим, при записи с MIDI-клавиатуры, все ноты будут привязываться к такту. Ну вот, пожалуй, все. Перейдем к следующей части. То есть, к краткому изучению устройств, используемых в демо-проекте. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова ЛЕВОВИТА